Добрый вечер, дорогие телезрители! В прямом эфире телеканала «Россия-1» программа «Горячая линия» и ее ведущая Мадина Лайпанова. Вместе с министром по делам молодежи Карачаева Черкесской Республики Ибрагимом Ильясовичем Татаркуловым сегодня в нашей студии мы обсудим самые актуальные вопросы молодежной сферы. Вы, наши телезрители, точно так же можете поучаствовать в этом разговоре. Звоните по телефону 22 00 76 или 22 06 73 и задавайте свои вопросы. Ну что, давайте начинать! Итак, 2024 год в Карачаево-Черкесской Республике объявлен Годом Молодежи. В текущем году запланировано огромное количество мероприятий, которые будут направлены как раз-таки на молодых людей. И сегодня, как я уже говорила, у нас в студии Ибрагим Ильясович Татаркулов. Добрый вечер! Добрый день! Спасибо! Ибрагим Ильясович, вообще хотелось бы начать наш разговор, прежде чем мы перейдем непосредственно к вопросам о телезрителей, рассказать нашим зрителям опять-таки про то, какие направления сегодня находятся в ведении вашего министерства. Потому что, как правило, большинство обывателей думают, что это связано в основном с какими-то событиями молодежной сферы. Но ваши виды деятельности, они гораздо шире. И давайте, наверное, пожалуй, начнем с этого, чем сегодня занимается министерство. Спасибо большое! Добрый день, добрый вечер, уважаемые жители Карачаева-Черкесской Республики! С огромным удовольствием всех приветствую и с огромным удовольствием, безусловно, принимаю участие в данном прямом эфире для того, чтобы в первую очередь ответить на вопросы и, конечно, рассказать о молодежной политике, что она из себя представляет, что в себя включает. Отвечая на ваш вопрос, государственная молодежная политика включает в себя довольно большое количество направлений. Их основных 12. Мы, со своей стороны, можем их разделить на две составляющие, на два блока. Первое – это инфраструктурный блок, это экосистема молодежной политики. И второе – это содержательный блок, который включает в себя организации и проведения на регулярной основе тех или иных мероприятий, направленных на развитие молодежи и создание возможностей для самореализации молодежи в профессиональной, творческой, добровольческой деятельности. Говоря об инфраструктуре молодежной политики, об экосистеме, инфраструктурном блоке, о котором мы с вами поговорили, какие направления деятельности на сегодняшний день находятся в видении Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесской Республики? Следует обратить внимание на то, что как создалось Министерство по указу главы Карачаева-Черкесской Республики Рашида Бориспевича Темрезова, отними из первых в России в Карачаево-Черкесии был создан отдельный отраслевой орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государства молодежной политики в субъекте. Кстати, недавно относительно, вы самое молодое министерство в структуре правительства. Все верно. На сегодняшний день Министерство по делам молодежи Карачаева-Черкесии 2 года и 3 месяца. Вот кто, как не министр, точно знает возраст, да, министерство? Да, если так предметно об этом вопросе говорить, значит следует обратить внимание на то, что сегодня уже на территории Российской Федерации в 71 субъекте созданы отраслевые органы власти, ответственные за реализацию молодежной политики. Здесь, безусловно, было принято, безусловно, стратегически важное и необходимое решение, которое было направлено на то, чтобы выделить отрасль молодежной политики, определить отраслевое ведомство, уже вновь созданное в данном случае. Это Министерство по делам молодежи Карачаева-Черкесии. И, конечно, министерство со своей стороны предпринимает все действия для того, чтобы осуществлять эффективную деятельность, оправдать восслуженные задачи, поставленные задачи и, безусловно, определенные цели. Следует обратить внимание на то, что Министерство по делам молодежи Карачаева-Черкесской Республики по итогам реализации деятельности в 2022 году Федеральным агентством по делам молодежи России и Администрацией президента Российской Федерации получило федеральную премию «Прорыв года России». Спасибо большое за самую лучшую динамику реализации государства молодежной политики. Если здесь говорить о цифрах, то это 580% повышения уровня эффективности государства молодежной политики по системе ключевых показателей эффективности реализации в данной отрасли, которые определены, сформированы и по которым ежегодно оценивается и проводится аудит молодежной политики Федеральным агентством по делам молодежи в отношении отраслевых органов исполнительной власти, ответственных за реализацию государства молодежной политики на территории субъектов. Здесь отдельно хочу сказать по поводу того, что Карачаева-Черкесия в 2021 году была на 83-м месте. По итогам реализации деятельности в 2022 году, в 2023 Карачаева-Черкесия заняла 4-е место. И динамика составила 580%, и за счет этого мы получили федеральную премию «Прорыв года России». Безусловно, важная составляющая, и здесь хочу выразить свою огромную благодарность главе Карачаева-Черкесской республики Рашиду Бориспиевичу Темрезову, которым на регулярной основе оказывается всемирная поддержка в эффективной реализации государственной молодежной политики на территории Карачаева-Черкесской республики. Говоря теперь о направлениях деятельности министерства, здесь следует обратить внимание на то, что министерствам реализуется ряд важных социально значимых и стратегических программ. В первую очередь хочу обратить внимание на создание и развитие инфраструктуры молодежной политики. Допустим, в 2022 и 2023 году организована и проведена работа по созданию учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Довольно важное направление деятельности, и, безусловно, это является федеральной повесткой. Особенно сейчас. Здесь хочу обратить внимание на то, что «Авангард» был открыт также одним из первых в Российской Федерации по поручению главы Карачаева-Черкесской республики. Значит, «Авангард» на протяжении уже года осуществления своей деятельности и существования организовал и провел более 50 мероприятий, в том числе военно-патриотический лагерь. В скором времени начинаются уже пятидневные сборы на той инфраструктуре, которая создана новая, свежая, полностью оснащенная всей необходимой техникой, мебелью и иным требуемым оснащением для осуществления деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Далее хочу обратить внимание на то, что свою поддержку в рамках федеральной программы «Регион добрых дел», РДД, Федерального агентства по делам молодежи и Ассоциации волонтерских центров Карачаева-Черкесия получила поддержку на создании в регионе ресурсного центра поддержки и развития молодежного добровольчества. Следует обратить внимание на то, что ресурсный центр поддержки и развития молодежного добровольчества получил заслуженную награду от президента Российской Федерации и на уровне Северказского федерального округа по результатам своей деятельности определен наиболее эффективным и занял по итогам своей работы в 2022 году первое место. Результаты по 2023 году ждем. Надеюсь, практически уверен в том, что мы свои позиции сохранили. Помимо ресурсного центра поддержки и развития добровольчества, важной составляющей было участие Карачаева Черкесской Республики в федеральной программе «Регион для молодых», в рамках которого регион получил поддержку на создание и развитие объектов молодежной инфраструктуры. Это создание молодежного центра, это создание отдельного пространства движения первых, это создание и развитие пространства российских студенческих отрядов, Российского союза сельской молодежи и молодежь села. И, конечно, ключевой такой локомотивный проект по направлению региона для молодых – это создание центра обучения специалистов в сфере легкой промышленности. Это тот проект, та инициатива, которая сформирована и в настоящее время находится на высокой стадии реализации совместно с Министерством промышленности, энергетики и транспорта Карачаева Черкесской Республики. Значит, затем, помимо этого, отдельно хочу обратить внимание на то, что в течение 2024 года на территории Карачаева Черкесии появляются еще четыре объекта молодежной инфраструктуры. Это молодежный центр в Кавказском, это молодежный центр в Карачаевске. Сейчас в настоящее время ведется работа по созданию молодежных центров в 2024-2025 году в Хабезе, в Урубском районе и в Зеленчукском районе. Следует обратить внимание на то, что молодежные центры имеют важнейшую центральную составляющую с точки зрения реализации государства молодежной политики регулярности ее, эффективности и, скажем так, наполненности и содержания. Чтобы деятельность велась регулярно, безусловно, важнейшей составляющей является создание в каждом муниципальном районе Карачаева Черкесской Республики молодежного центра, который является пространством и культурно-досуговым, и образовательным, и тем пространством, в котором молодежь данного муниципального района может получить ту поддержку, которая ей необходима для самореализации в профессиональной деятельности, для повышения уровня экспертности, компетенции обретения новых в том или ином направлении. Значит, затем, помимо этого, важной составляющей, безусловно, является и работа по направлению движения первых в инфраструктуре молодежной политики. Которая, кстати, тоже недавно появилась у нас. Появилась недавно, и здесь следует обратить внимание на то, что движение первых показывает достаточно серьезные результаты в рамках осуществления своей деятельности. Движение первых является подшефтной организацией Общероссийское общественно-государственное региональное отделение на территории Карачаева Черкесии, Министерству по делам молодежи. Здесь, безусловно, та деятельность, которая ей ведется, она также поддерживается и показывает свои довольно-таки высокие результаты. Это признается и на федеральном, и на окружном уровне. Также отдельное внимание хочу обратить на грантовую поддержку. Следует отметить, что в 2023 году молодежь Карачаева Черкесии получила грантовой поддержки в количестве, в общем и в объеме практически в 2,5 раза больше, чем в 2022. А в 2022 она получила в 4 раза больше, чем в 2021. Безусловно, это радует. И для того, чтобы показывать дальнейший результат, мы в 2022 году при поддержке главы Карачаева Черкесской Республики Рашида Бориспиевича Темрезова, Федерального агентства по делам молодежи, создали на территории региона молодежный проектный офис, деятельность которого направлена на осуществление профессиональной деятельности, направленной на повышение уровня профессионализма, обретение новых навыков и компетенций в области проектной деятельности, которая, безусловно, сейчас на федеральном и региональном уровне является важнейшей составляющей с точки зрения и инициации той или иной идеи, ее упаковки и, конечно, реализации. Значит, затем, помимо этого, важным направлением деятельности является программа «Больше, чем путешествия». Это программа, благодаря которой 311 представителей молодежи Карачаева Черкесии в 2023 году побывали на территории федерального центра «Сириус», побывали отдельно в Сочи, побывали в Республике Дагестан, в Кабардино-Балкарской республике. И в течение 2024 года уже 700 представителей активной, талантливой молодежи Карачаева Черкесии примет участие в путешествиях в Москве, на Дальнем Востоке, Байкал, Алтай, Сочи и многие другие направления. И, безусловно, программа «Больше, чем путешествия», участником которой является Карачаева Черкесская Республика, является также одной из важных составляющих с точки зрения реализации государственной молодежной политики. Здесь отдельно хочу сказать про программу, направленную на создание и реализацию форумных площадок. Форумные площадки, они, безусловно, являются очень важными. И здесь хочу обратить внимание на то, что на территории Карачаева Черкесской Республики в 2023 году впервые был организован и проведен Всероссийский молодежный форум. Здесь огромная благодарность команде Карачаева Черкесского государственного университета, совместно с которыми мы проработали стратегию развития форумной кампании «Махар» в форумной площадке. В 2021 году «Махар» был республиканским форумом, в 2022 году «Махар» стал окружным форумом, и в 2023 году мы были включены в перечень всероссийских форумных кампаний, в рамках которой была организована и проведена, значит, и грантовая площадка на самом «Махаре» в Всероссийском молодежном форуме. Отдельно хочу сказать по поводу того, что в 2023 году у нас было организовано и проведено еще окружной форум добровольчества, окружной форум межкультурного согласия и большое количество региональных форумных кампаний по различным направлениям деятельности. Дополнительно скажу про направление деятельности министерства, которое является довольно-таки важным, это создание и развитие инфраструктуры добровольчества. Это создание доброцентров. И они у нас идут вкупе с созданием объектов молодежной инфраструктуры в муниципальных районах. То есть есть молодежный центр, есть доброцентр, при нем же РСО, при нем же движение первых, при нем же направление образовательной деятельности. Да, комплексный подход. Но это так, вкратце я на ваш вопрос ответил, готов ответить на все остальные вопросы с огромным удовольствием. Евгений Владимирович, одним из таких тоже важных направлений вашей деятельности является программа «Молодая семья», которая очень актуальна для многих жителей нашей республики. И вот в течение недели нам поступали звонки, люди писали обращения в разных социальных сетях, в том числе в соцсети вашего министерства. Я все-таки предлагаю начать, наверное, с этого, с этой темы. И вот, значит, нам поступил такой вопрос. Здравствуйте, сижу в очереди по программе «Молодая семья». Слышала, что в прошлом году молодые семьи получили сертификаты. Когда наступит наша очередь? Ну, здесь я свой ответ разделю на две части. В первую очередь приглашаю обратившуюся семью на личный прием в любой из дней. Готов принять, готов проконсультировать. Здесь для того, чтобы я предметно ответил на вопрос, когда может наступить очередь той или иной семьи, мне необходимо обладать вводными данными. Для того, чтобы я со своей стороны мог посмотреть, изучить, направить необходимые запросы и ответить предметно на поставленный вопрос. В целом, по программе «Обеспечение доступным и комфортным жилем молодых семей» следует обратить внимание на то, что при поддержке главы Карачаева Черкесской Республики Рашида Бориспивича Темрезова за эти два года и три месяца организована и проведена довольно серьезная работа. Плановая работа, направленная на погашение имеющейся задолженности. Здесь следует обратить внимание на то, что та задолженность, которая была сформирована ранее, она покрыта уже на 80%. Действительно проведен большой объем работы в отношении более чем 230 семей, погашена задолженность по программе «Обеспечение доступным и комфортным жилем молодых семей» в полном объеме. В течение первого полугодия 2024 года этого запланировано по поручению главы Карачаева Черкесской Республики покрыть оставшуюся задолженность, которая уже является одной пятой, той, которая была изначально. Значит, следует обратить внимание на то, что на погашение этой задолженности было выделено из федерального и регионального бюджета в совокупности более 220 миллионов рублей. Действительно проведена большая, серьезная работа, планомерная. И здесь огромная благодарность главе Карачаева Черкесии и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Значит, затем хочу обратить внимание на то, что программа «Молодая семья» с прошлого года функционирует в том числе при внедрении специализированного программного продукта ЕСГЖС – информационные системы государственные жилищные сертификаты. Очередь уже относится к категории с прошлого года «Электронная». Для того, чтобы со своей стороны в рамках реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» соблюдались все правила без исключения ее реализации. В том числе соблюдение безотлагательной хронологической последовательности. То есть не получится так, что кого-то начнут отодвигать искусственно, скажем так? Безусловно, не получится, потому что программный продукт ЕСГЖС нам позволяет видеть всю очередь по Карачаево-Черкесской республике и соблюдать все правила в исключительном порядке реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» молодых семей. Это является, безусловно, большим плюсом. Семей вообще много ли состоит на участии? На сегодняшний день, значит, участниками программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» является более полутора тысяч семей в Карачаево-Черкесской республике. При этом следует обратить внимание на то, что в течение 2023 года были улучшены жилищные условия молодых семей Карачаево-Черкесской республики в количестве 193. При этом хочу отдельно обратить внимание на то, что 76 семьям были как предоставлены новые свидетельства, это новым участникам программы, так и они были еще и профинансированы. То есть программа, она осуществляет свою деятельность и по направлению погашения имеющейся задолженности, которая, как я уже сказал ранее, практически покрыта в полном объеме, и осуществляет свою деятельность по направлению выделения средств для улучшения жилищных условий из семей, которые ранее свидетельства не получали. И, безусловно, это является важным, серьезным достижением с точки зрения осуществления деятельности данной программы на территории Карачаево-Черкесской республики. Здесь, опять-таки, повторюсь, огромная благодарность за ту поддержку, которая была оказана главой региона Рашидом Бориспиевичем и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Брагим Ильянович, следующий вопрос как раз тоже по программе, и такой он, значит, звучит так. Здравствуйте, меня не поставили в очередь по молодой семье, что делать? Здесь следует обратить внимание на то, что для того, чтобы семья стала участником программы, ей необходимо соответствовать определенным условиям, которые определены внутри самой программы. Это и нуждаемость, это и состоять в браке, это, помимо этого, вот, допустим, предусмотрено правило приоритизации, которое единственное есть в этой программе, это три и более детей, многодетность. Затем, помимо этого, семья должна со своей стороны собрать необходимый комплект документов и представить муниципалитет для того, чтобы она со своей стороны стала участницей программы. Если требуется дополнительная консультация по данному вопросу, мы готовы со своей стороны это сделать. Пожалуйста, семья может в любой день обращаться с 9 до 6, приходить или ко мне, или звонить по номеру телефона 8 800 550 90 44. Спасибо большое. Ну, если уж мы все-таки говорим про эту тему, продолжим. Вот поступил такой вопрос, кстати, вопрос благодарность. В конце 2023 года мы получили свидетельство по молодой семье, ждали много лет. Уже не верилось, но программа заработала. Спасибо большое. У меня к вам вопрос. Подскажите, пожалуйста, мы выбрали одно жилье, но продавец передумал продавать. Сколько у нас еще времени на приобретение жилья по этому сертификату? В первую очередь также выражаю со своей стороны благодарность данной семье за то, что дождались, получили свое свидетельство. И здесь хочу отдельное внимание еще обратить на то, что на сегодняшний день объем поддержки финансовой, которая оказывается по данной программе, она составляет в среднем от 1 миллиона 700 тысяч рублей до 2 миллионов 100 тысяч рублей. Это средние показатели. То есть действительно она относится к категории и эффективной, и объемной. И приносит свою безусловную пользу в разрешении вопроса, направленного на улучшение жилищных условий молодых семей Карачаева Черкесской Республики. Отвечая на тот вопрос, который поставлен. У семьи есть ровно 7 месяцев с даты получения свидетельства на улучшение жилищных условий. Здесь обращаю внимание, пристальное, важное семьи на то, что этот срок пропускать ни в коем случае нельзя. По той причине, что правила реализации программы не предусматривают продлевание сроков действия свидетельства. Поэтому в течение этих 7 месяцев важно определиться с жильем и его приобрести. При этом отдельное внимание хочу обратить на то, что на одного члена семьи должно приходиться не менее 18 квадратных метров. То есть условно, если семья состоит из 4 человек, то в данном случае та квадратура, которая приобретается, ее минимальная часть должна быть не менее 72 квадратных метров. 4 умножаем на 18, получаем 72 квадрата. Хочу обратить внимание важное на эту составляющую. Что ж, ну я думаю, что если у наших телезрителей есть еще вопросы по этой теме, можно также звонить, задавать вопросы, либо напрямую обратиться просто в министерство, вас проконсультируют и ответят на все животрепещущие вопросы. Здесь, если позволите, мы со своей стороны открыты в приемные дни, в неприемные дни, выходные дни. Со своей стороны готов принимать, консультировать, вникать в ситуацию. Здесь каких-либо проблем нет и по программе «Молодая семья», и по всем остальным важным направлениям деятельности Министерства по делам молодежи Карачаева Черкесской Республики. Что ж, спасибо большое. Двигаемся дальше. Поступил такой интересный вопрос. Еврагим Ильясович, совсем недавно я стал президентом студенческого совета, видимо, Северокавказской государственной академии. Есть ли возможность попасть к вам на личный прием, чтобы представить вам план нашей работы и получить поддержку в реализации некоторых из них? Без каких-либо проблем готовы принять, готовы со своей стороны оказать содействие в реализации тех социально значимых инициатив, которые со своей стороны уважаемый зритель, житель, президент СПК, колледжа, значит, Северокавказской государственной академии обратился. И при этом хочу обратить внимание на то, что желательно это сделать в течение ближайших двух недель. По той причине, что министерство уже в срок до 15 февраля утвердит план график мероприятий и программу комплексного развития молодежной политики на 2024 год. Те инициативы, которые относятся к категории эффективных, важных, социально значимых, мы со своей стороны готовы включить в программу комплексного развития молодежной политики и оказать содействие в реализации предложенных инициатив, в том числе финансовая, потому что программа, она в себя включает, безусловно, и финансовую составляющую. В этой части мы открыты, все эти данные, которые у нас есть, они также относятся к категории открытых, готовы включить, готовы поддержать, но опять-таки обращаю внимание, что крайне важно это сделать в срок до 15 февраля. Ну что ж, без финансовой поддержки сегодня никуда. Это хорошо, что министерство поддерживает такие начинания даже финансово. Пока мы с вами вот разговаривали, обсуждали, тут поступил тоже вопрос, кстати, по молодой семье, очень интересно звучит, каким образом формируется очередь по программе, стою в очереди пятый год и каждый раз то 97-я, то 101-я в очереди. Такое может быть, что меняется очередность? Здесь следует обратить внимание на то, что если семья, вот приведу следующий пример, условно, есть семья Петровых, у которой в настоящее время или год назад, давайте год назад, когда она только стала участником программы, было двое детей. Но здесь, как мы с вами говорили ранее, имеет место быть правило приоритизации. Правило приоритизации, о котором мы с вами сказали, это многодетность, три и более детей. Если у Петровых, которые встали в прошлом году в очередь, стали участниками программы обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей, появился третий ребенок, родился третий ребенок и они принесли необходимые подтверждающие документы в муниципалитет, то они становятся крайними из числа многодетных семей. Безусловно, такое возможно, но если этот случай не относится к такой категории, то огромная просьба обратившуюся семью с данным вопросом позвонить, прийти на личный прием, готов разобраться, направить необходимые запросы, сделать выписку из электронной очереди и вместе с ней разобраться в данной ситуации. Но, скорее всего, ситуация та, которую мы с вами минуту назад обрисовали. Все понятно. Переходим к следующему вопросу. Поступило такое, значит, поступило обращение. Не так давно видели вас на нашем мероприятии, посвященном Дню Студента. Косплей от Движения Первых. Нам не хватило времени побольше пообщаться с вами. Хотим пригласить вас на классную встречу. Это такой проект с активистами Движения Первых. Готовы ли вы принять? Безусловно, готов. Здесь опять-таки хочу сказать по поводу тех мероприятий, которые организуются и проводятся и Движением Первых, и в целом инфраструктурой, молодежной политикой, экосистемой. Значит, в День Студента на территории Карачаева-Черкесии было организовано и проведено более десяти мероприятий. И одним из интересных, значимых, креативных было то мероприятие, о котором сказал его участник. С удовольствием принял на нем участие и с удовольствием, конечно, приму участие в том формате, о котором было сказано. Это классная встреча, если я не ошибаюсь. Тот формат, который организуется и проводится как на федеральном, так и окружном и региональных уровнях Движением Первых. Готов, пожалуйста, с огромным удовольствием. В общем, звоните в министерство, приглашайте напрямую, Ибрагим Ильясович обязательно придет. Как сказали ранее, в День Студента прошло очень много ярких мероприятий по республике. И вот наша съемочная группа побывала на одном из них, которое прошло в ЗАГСе. Студенческая жизнь в Качагу имени Умара Лиева позволяет молодому поколению в полной мере реализовать свои знания и креативные идеи. Студенты активно участвуют в различных молодежи. Нет, это не исторический фильм. Это молодежь нашей республики, попавшая в мир элегантности и аристократии. По условиям проведения мероприятия девушки были в вечерних платьях, кавалеры в костюмах. Молодежь полна радости, беззаботности и искреннего веселья. Поводов для таких эмоций, конечно, много. И один из них – бал. Нравятся балы из-за грации, воспитания на балах и наряды. Что будем танцевать? Баланьезу, вальс, порьку. Честно, больше нравится вальс. Вообще идея хорошая. Все-таки в этом веке было все красиво, много роскоши. Никто из присутствующих на балу не был профессионалом, но танцевали все красиво, с радостью и удовольствием. Мероприятию предшествовали репетиции, на которых ребята освоили главные танцевальные движения. К подготовке праздника они подошли очень ответственно. Специально к этому дню девушки подбирали платья, украшения и соответствующие прически к ним. Очень нравится эта атмосфера, вся бальная, когда парни, именно кавалеры. Все это грациозно и очень красиво происходит. Более такая уютная, более спокойная атмосфера, нежели выйти в город. Там все на машинах каких-то, там включают громкую музыку, а тут мелодичная музыка, которая прям бальзам на уши. Это очень интересный опыт, за что мы хотим сказать спасибо. Нравится атмосфера. То есть люди проводили очень много времени вместе и все-таки старались весело его проводить. Не то, что сейчас. Гости смогли погрузиться в атмосферу другой эпохи и узнали историю проведения светских баллов. Обращают внимание молодежи на культуру нашей страны. Этикет. Сегодня вы студенты, а завтра вы уже профессионалы. И каждый из вас внесет достаточный вклад для развития и процветания нашей любимой республики и великой страны. Сегодня на балу такие красивые молодые люди собрались. У нас зрителей просто захватывает дух. Инна Кравченко пожелала ребятам успеха в учебе, неисчерпаемой энергии и веры в свои силы, чтобы реализовать самые смелые и амбициозные планы. На праздники вручили благодарственные письма Ассоциации директоров учреждений среднепрофессионального образования. Были отмечены участники студенческого бала. Атмосферу настоящего бального вечера создавала живая классическая музыка в исполнении оркестра филармонии Карачаева-Черкесии. Еще в памяти участников студенческого бала останутся не только эмоции, но и фотографии. Вот такое яркое торжественное мероприятие прошло в День студентов Карачаева-Черкесской республики. И все это, конечно же, при поддержке Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии в том числе. Ну а мы возвращаемся к нашим вопросам. Прежде чем начнем обсуждать, хотелось бы напомнить, что вы, наши телезрители, можете поучаствовать в разговоре. Звоните 22 00 36 или 22 0 6 73. Ждем ваших обращений. Итак, Ибрагим Ильясович, являюсь активистом движения первых, о котором мы уже говорили ранее. Активно участвую в региональных федеральных конкурсах, постоянно занимаюсь саморазвитием. Несмотря на это, еще не определился с выбором будущей профессии. Какие рекомендации на путьстве вы могли бы дать? Вопрос профориентации действительно является крайне важным. Здесь следует обратить внимание на то, что в рамках осуществления своей профессиональной деятельности в среднем человек проводит более 30-40% своего времени на рабочем месте. Ну или же в целом в рамках осуществления своей профессиональной деятельности по тому или иному направлению. И это одна из таких важнейших составляющих в нашей жизни, которая занимает одно из приоритетных значений. И здесь к данному вопросу следует подойти обстоятельно. Здесь я обратил внимание на несколько составляющих, которые помогут определиться с профессией. Первая такая действительно важная составляющая – это попробовать себя в том или ином направлении. Как это можно сделать? Условно, у вас есть выбор между тем, что вы хотите стать бухгалтером, аналитиком или же юристом определенного профиля. Пусть это будут гражданские процессы. Найдите бухгалтера. Если не сможете найти, пожалуйста, обращайтесь по любому из этих направлений. Если профессия не относится к категории совсем редкой… Трудно представить, что нельзя найти бухгалтера, если честно. А если профессия не относится к категории совсем редкой, то я в этом вопросе без каких-либо проблем готов помочь. Значит, попробовать несколько дней посмотреть на работу бухгалтера, пообщаться, чем его деятельность наполнена, чем непосредственно человек занимается. Потому что теоретическая составляющая, она практическая. В большинстве направлений профессиональной деятельности может значительно отличаться. И при этом здесь нужно объективно понимать реальную картину. Попробуйте несколько дней провести время с бухгалтером. Посмотрите, чем человек занимается. Позаполнять отчеты. Значит, затем после этого несколько дней проведите с юристом, проведите с адвокатом, проведите с представителями других профессий, которые, скажем так, входят в пул, в перечень, из числа которых вы себе выбираете то направление деятельности, которым хотите заниматься. И здесь при этом хочу обратить внимание на то, что необходимо объективно еще подходить к вопросу с точки зрения того, что у вас получается, что нет. Условно. Если хорошо у вас дела обстоят с точными науками, то следует на это обратить приоритетное внимание. Потому что результаты, как правило, получаются в тех направлениях, где есть талант, где есть интерес, где есть уделение пристального внимания и, безусловно, приоритет. Мне кажется, вы как раз еще и говорите о том, что вот у нас зачастую за молодежь решают родители, а тут вот нужно немного обратить внимание. Здесь хочу обратить внимание и родителей на то, что если получилось так, что вы хотели стать врачом, но у вас это не сложилось, не следует реализовывать свою несбывшуюся мечту, несмотря на внутреннее и внешнее противостояние вашего ребенка в отношении него. То есть, если он не хочет быть врачом, не надо его заставлять. Потому что хорошим врачом вряд ли он получится. Да, если он хочет стать экономистом, пусть становится экономистом. Если он хочет заниматься сферой легкой промышленности, пусть занимается этой сферой. Если он действительно хочет стать врачом, то, безусловно, только в этом случае необходимо оказывать поддержку. И здесь на родителях такая важная составляющая, по той причине, что не следует заставлять человека выбирать то, что ему неинтересно. По причине того, что это может относиться к категории ранее вашей несбывшейся мечты. И ни в коем случае не следует заставлять выбирать профессию ребенка из-за ее престижности или чего-либо в этом роде, чтобы своему соседу сказать, что вот моя дочка учится в медицинском университете там-то. То есть, ну, здесь это жизнь человека, это его важная составляющая, это его 30-40% жизни. И необходимо к этому вопросу относиться с пониманием и со всей ответственностью. Мне кажется, еще очень важный момент, что люди, которые в дальнейшем, они не работают по профессии, тем не менее, они занимают чье-то место. Ведь есть ребята, которые действительно горят, да, вот направлением каким-то. И, может быть, они бы как раз-таки воспользовались бы этой возможностью и работали бы по профессии. В продолжение той мысли, которую вы озвучили, хочу обратить внимание, если та работа, которой вы занимаетесь, та профессия, которую вы обрели, вам действительно интересно, вы уделяете ей, как правило, больше внимания, вы больше трудитесь, делаете это усерднее, на регулярной основе изучаете лучшие практики. И, как следствие, у вас результаты будут значительно больше, чем у остальных. Рынок труда – это же конкурентная среда. По этой причине здесь нам нужно обратить внимание на то, что при выборе профессии необходимо ставить перед собой задачу, задачу, я не знаю, не стать среднестатистическим специалистом в этом направлении, а быть лучшим, быть действительно тем, кем будут и могут гордиться. Спасибо. Спасибо большое за такой вот мотивирующий, я бы даже сказала, ответ. Пожелаем будущим профессионалам выбирать и определять профессию грамотно. Ну, а мы продолжаем наши вопросы. Вы ранее говорили о том, что в Карачаево-Черкесии был создан учебно-методический центр «Авангард». Планируется ли проведение учебных пятидневных сборов центром «Авангард» в нынешнем году, спрашивает. Вот обратившийся, если да, то когда примерно ориентировочно можно ожидать первый набор? Безусловно, планируется. Вопрос задан своевременно. Первый сбор по учебно-методическому центру военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в рамках осуществления ими своей основной деятельности, реализации своего государственного задания, определенного Министерством по делам молодежи Карачаево-Черкесской республики, начнется уже в первой половине марта 2024 года. Первый тестовый сбор уже пройдет в третьей декаде февраля с теми воспитанниками, которые у нас принимали активное участие в деятельности «Авангарда» в 2023 году. Вот, кстати, вопрос, Сапусыч, а вот дети, которые там обучаются, проходят вот эти курсы, они получают ли какие-то дополнительные баллы, может быть, к поступлению в ВУЗы или еще что-то? Здесь следует обратить внимание на то, что мы, безусловно, со своей стороны учитываем и добавляем часы по направлению добровольчества и волонтерской деятельности. Помимо этого, хочу сказать по поводу того, что от Карачаева-Черкесской республики была направлена инициатива в адрес правительства Российской Федерации о том, чтобы на федеральном уровне был принят нормативно-правовый акт. Значит, цель, реализация которого будет заключаться в том, чтобы добавлять до пяти баллов как по направлению добровольчества, так и за направление принятия участия в деятельности военно-патриотических объединений военно-спортивных клубов. Тоже важная инициатива, важное направление, и мы в этом ведем активно на сегодняшний день и вели ранее свою работу. Вот, кстати, вопрос тоже по авангарду. Человек пишет, ну, я так понимаю, подросток наверняка, проводился летний палаточный военно-патриотический лагерь «Авангард» в Тиберде в этом году. И, значит, человек спрашивает, будет ли в этом году вот такой лагерь, ему очень понравилось. Очень рад, что понравилось. Действительно, отзывы были положительные. Значит, он был проведен на территории Тиберды в 2023 году летом. Он проводился на протяжении 14 календарных дней, был двухсменным. В этом году, в 2023 мы планируем сделать не только на две недели, но на четыре. То есть сделать четыре смены. При этом мы внесли некоторые корректировки в саму программу, и в теоретическую, и в практическую ее часть. Поэтому ждем с огромным удовольствием, будем рады видеть в числе участников военно-патриотического лагеря «Авангард» в 2024 году в одной из ее четырех смен. Ибрагим Ильянович, вопросов на самом деле очень много, но я предлагаю прерваться ненадолго на рекламную паузу, и сразу после этого мы вернемся к обсуждению. Итак, реклама. Новогодние скидки продолжаются в магазине «Вятские меха». Скидки до 50% на все и даже в рассрочку. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Иссентуки. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. Девчонки, первые любая шуба. В рассрочку минус 10 тысяч рублей. И меховой жилет в подарок. Компания «Снежка» в Черкесске с 31 января по 4 февраля. Улица Кавказская, 51. Прямо у остановки круг «Зеленый рынок». А также скидки от 50 до 70% за наличный расчет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающие бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Ты наследник Великой Победы. Ты человек, в чьих жилах течет кровь солдата и победителя. Ты защитник и единственная надежда на будущее. Ты знаешь, что нужно делать. Приходи служить в Росгвардию. Росгвардия. Мы люди, защищающие людей. Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы возвращаемся в студию программы «Горячая линия». Я напоминаю, у нас сегодня в гостях министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Ильясович Татаркулов. Ибрагим Ильясович, в этом году молодежь России, я бы сказала так, да, не только Карачаева-Черкесии ждет масштабное мероприятие. Это Всемирный фестиваль молодежи. И наверняка из Карачаева-Черкесии также туда отправится наша делегация. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее, когда планируется отправка и кто эти счастливчики, которые поучаствуют в этом мероприятии. Спасибо большое. Значит, на Всемирный фестиваль молодежи от Карачаева-Черкесской республики в настоящее время сформирована делегация в количестве 54 участников. В состав этих участников входят те ребята, представители молодежи Карачаева-Черкесии, которые показали наилучшие результаты в том или ином направлении деятельности. Следует отметить, что участие в данном форуме, фестивале всемирном объявляется бесплатным. Дорога, направление, размещение, питание. Все эти расходы, как организаторы, так и ответственные за реализацию региональной программы Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии берет полностью на себя. Состав делегации, как я уже говорил ранее, входят представители активной молодежи. В данном случае это и молодежь, которая является важной составляющей сельских территорий, для которой в 2023 году совместно с администрацией Прикубанского муниципального района была организована и проведена впервые на территории Карачаева-Черкесии форумная кампания, мероприятие, фестиваль сельской молодежи. Он прошел сельской территории в селе Ильичевском. Здесь с огромным удовольствием анонсирую, что в этом году также совместно с администрацией Прикубанского муниципального района, но уже при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Российского союза сельской молодежи, Ассоциации волонтерских центров России, в августе организуем и проведем Всероссийский фестиваль сельской молодежи на территории поселка Кавказский. Здесь это, опять-таки повторюсь, важное социально значимое направление деятельности, работа с молодежью села. И здесь я, безусловно, благодарен Федеральному агентству по делам молодежи, которое со своей стороны оказало поддержку в данной нашей инициативе, которая была направлена на то, чтобы на территории Карачаева-Черкесии, в сельской территории организовать и провести мероприятие всероссийского уровня. Всероссийский форум сельской молодежи, молодежь села 2024. Звучит интригующе на самом деле. Я думаю, что там будет интересно не только сельская молодежь, а в принципе молодежи регионов. Безусловно. Нам поступают по ходу общения вопросы, а вот тут, ну это скорее даже комплимент, я бы сказала, Борис Бихамидович Идиев из села Чапаевская. Хотел бы поблагодарить министра, видно, что он очень грамотный, все доходчиво объясняет. Вопросы, которые меня интересовали, сами собой отпали. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам большое, Ибрагим Ильясович, что вот так вот отвечаете напрямую. Спасибо вам. Вопросы поступают также по молодой семье. Не хотелось бы их вновь озвучивать, потому что они однотипные, по сути. Давайте просто напомним телефоны для связи. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы по молодой семье, свяжитесь напрямую с министерством. Да, здесь опять-таки повторюсь, мы открыты. Звоните, приходите, в том числе и в неприемные дни. Я практически каждый день, уж точно с понедельника по субботу, с 8.40, плюс-минус до 9-10 вечера нахожусь на рабочем месте. Открыт, готов принять, рассмотреть ситуацию, выяснить все обстоятельства, значит, проконсультировать по всем вопросам. Напомню, номер телефона 8 800 550 90 44. Значит, номер приемной добавочной 200 или же 201. Спасибо большое. Со мной соединят, я с удовольствием проконсультирую, с удовольствием приму. Единственная огромная просьба для того, чтобы детально проговорить, рассмотреть ситуацию. Где-то за час, за два до того, как гражданин собирается прийти на прием, на консультацию, в том числе и в неприемные дни, повторюсь, позвонить, уточнить, потому что вдруг там на каком-то мероприятии мы находимся или на выездном ином мероприятии, для того, чтобы я со своей стороны ни в коем случае не заставлял ждать и заранее запланировал время и качественно отработал тот вопрос, который поступил или же поступит. Что ж, хорошо, с молодой семьей понятно, если будут поступать вопросы, у нас, к сожалению, время уже заканчивается, поэтому перейдем к другим вопросам. В 2023 году мы видели, что проходили образовательные курсы по вязанию на швейных машинках. Планируется ли проведение подобных курсов в этом году? Планируется. Это действительно то направление, которое является важным, социально значимым. Хочу отметить, что Карачаево-Черкесская республика – это регион, который, можно сказать, является столицей легкой промышленности Российской Федерации именно с точки зрения того направления, о котором сказали, в рамках которого велись образовательные программы. Совместно с Министерством промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесской республики, лично с Мурат Романовичем Гаповым, уже на протяжении более трех месяцев мы ведем активную работу по формированию образовательной программы, направлению обучения. И здесь хочу сказать, что уже в скором времени, во второй половине марта, начнут организовываться и проводиться первые образовательные программы. Здесь хочу обратить внимание на глубину проработки вопроса. В течение того времени, о котором я сказал, трех месяцев, совместно с Мурат Романовичем, мы проводили встречи с наиболее крупными предпринимателями этого направления. Совместно с ними мы в настоящее время уже заканчиваем формировать структуру и содержание образовательной программы. Практически получена лицензия на оказание услуг в сфере дополнительного профессионального образования для детей и взрослых. Сформирована конкурсная комиссия. Помимо этого, закуплено специализированное профессиональное оборудование, которое зачастую используется предприятиями этого направления. И здесь с теми предпринимателями, наиболее крупными, с которыми мы в настоящее время ведем работу, важной составляющей является то, что мы не только обучаем, но и трудоустраиваем. И хочу отдельное внимание обратить на то, что заработная плата в сфере, вот почему выбрано направление легкой промышленности в рамках деятельности молодежного центра. По той причине, что одной из наиболее важнейших составляющих и приоритетов определенных главой Карачаева Черкесской Республики Рашидом Бориспевичем Темрезовым перед Министерством по делам молодежи Карачаева Черкесии является оказание содействия в трудоустройстве и успешность самореализации в профессиональной деятельности. А направление легкой промышленности является одной из наиболее важнейших. По нескольким составляющим. Первое, есть объем рынка. Второе, есть важные направления деятельности. Третье, заработная плата в данной сфере, она практически на 80% выше среднерыночной. Для примера, программист-десенатор получает в среднем, с опытом работы, у которого есть хотя бы один год, 75 тысяч рублей в месяц. И здесь хочу обратить внимание на то, что Центр обучения специалистов серо-легкой промышленности будет обучать этих специалистов. Срок обучения 2 месяца, в рамках которого вы получаете всю необходимую теоретическую и практическую базу, которая вам позволит начать вашу работу. А начать совместно с Министерством промышленности Карачаева-Черкесии мы поможем, окажем содействие в трудоустройстве, для того, чтобы вы были трудоустроены и начали осуществлять свою деятельность в данном направлении. И здесь, воспользовавшись эфиром, выражаю свою личную благодарность. Мурат Романовичу Гапову, который вовлекся, вместе с которым мы эту работу в течение достаточно уже долгого времени, скажем так, трех месяцев активно ведем. И опять-таки повторюсь, уже в марте, ее второй половине, будем набирать первые курсы по некоторым направлениям. Здесь, говоря о направлениях подготовки, это программисты-дессинаторы, это швеи, это технологи и помимо этого еще и дизайнеры. Те направления, которые востребованы, те направления, по которым требуются кадры и те направления, которые имеют заработную плату выше среднерыночной. Спасибо большое за этот вопрос. Мне кажется, вот тема как раз-таки профориентации такого рода, она была бы актуальна не только для молодежи и даже для старшего поколения, потому что зачастую вот сейчас и люди более взрослые ищут возможности как-то себя перепучить. И здесь хочу в продолжение, я прошу прощения, хочу добавить, что, скажем так, порог входа с точки зрения временной составляющей, в том направлении, по которому будет вести свою деятельность Центр обучения специалистов сырелегкой промышленности, он минимальный. Вам не нужно учиться эти пять лет для того, чтобы опрести ту единую профессию. Причем только теории. Причем понятно, что у вас направление, что у вас какой-то базис должен быть. Но мы со своей стороны, вот допустим, если мы говорим о программистах-детинаторах, это два месяца, у технологов это более долгий срок обучения, но при всем при этом за, ну скажем так, от двух до четырех месяцев вы получаете ту профессию, которая относится к категории А, востребованной, Б, высокооплачиваемой, при этом еще и оказывают содействие в трудоустройстве, в те предприятия, которые заработную плату будут вам платить в белую, что, безусловно, является важным, если у вас есть потребность получения ипотечного кредитования, автокредитования и так далее, и формирования вашей пенсионной части, потому что это отчисление во внебюджетные фонды и подоходный налог. Что ж, как я уже говорила ранее, время у нас ограничено, к сожалению, поэтому у нас остается буквально несколько минут, и я предлагаю ответить на последний, на сегодняшний день вопрос, который, я думаю, волнует многих. Итак, какие грантовые площадки планируются к проведению в 2024 году? Спасибо большое за вопрос. Хочу отметить ее своевременность, по той причине, что уже в настоящее время ведется прием заявок на грантовый конкурс всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи гранта СКФО до 2 до 12.00 дня 20 февраля ведется прием заявок через АИС молодежи России автоматизированную информационную систему myrosmall.ru Важно не пропустить. Дальше у нас МАХАР, дальше у нас Всероссийский форум сельской молодежи, и все три это грантовые площадки. Мы открыты, готовы и помогать, и поддерживать с точки зрения не только формирования и направления вашей заявки, ее содержательной, смысловой составляющей, информационной, но и с точки зрения ее как реализации, с точки зрения методической и организационной поддержки, но и дофинансирования. Ну помимо площадок, которые будут проходить на территории Карачао-Черкесии, также будет очень много конкурсов, на которые необходимо обратить внимание. Сейчас ведется прием заявок. Всероссийский конкурс молодежных проектов гранта СКФО до 12.00 дня по московскому времени, до 20 февраля включительно. Фонд президентских грантов, гранты движения первых. Важно не упустить. При этом будет гранты первый сезон физлица Федерального агентства по делам молодежи, гранты второй сезон для физических лиц Федерального агентства по делам молодежи, и также грантовые конкурсы для некоммерческих организаций. Что ж, мне тут подсказывают коллеги, что все-таки времечко у нас еще чуть-чуть осталось, поэтому задам еще один вопрос. Да, пожалуйста. Поступил такой вопрос. Я как человек, который увлекается шахматами, заметил, что в республике мало мероприятий. По данному направлению планируются ли в ближайшее время такие мероприятия? Спасибо большое за вопрос. К шахматам я сам лично также являюсь неравнодушным. По той причине, что сам играю. Важное необходимое направление с Федерацией шахмат, с его руководителем, мы проговорили, включили в план график мероприятий 2024 года в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики Министерством по делам молодежи Карачаева Черкесии аж четыре мероприятия. По этой причине будем рады. Мы со своей стороны готовы популяризировать этот вид спорта и оказывать содействие с точки зрения его дальнейшего развития. И здесь хочу выразить свою благодарность президенту Федерации шахмат, который действительно человек идейный, действительно тот человек, который понимает, как необходимо организовывать и реализовывать процесс по популяризации и развитию данного вида спорта на территории Карачаева Черкесской Республики. Что ж, Ибрагим Ильянович, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Мы услышали содержательные ответы, оставляющие, наверное, некоторые такие вот моменты наподумать для молодежи нашего региона, потому что действительно сейчас очень много возможностей создано для молодых людей, и это не может не радовать. Хотелось бы пожелать успехов вашему министерству, поблагодарить за проделанную работу, и будем надеяться, что с каждым годом все больше и больше будете развиваться, и больших успехов Карачаева Черкесия в лице молодежи будет добиваться. Спасибо большое. Если дадите буквально одну минуту, резюмирую. Значит, президенту колледжа Северказской государственной академии не забыть подойти, молодым семьям не забыть записаться на прием для того, что мы проконсультировали по каждому вашему вопросу. По классной встрече давайте определяться с датой. По мероприятиям к предложению по включению в программу комплексного развития молодежной политики Карачаева Черкесии. Также просьба не забыть. Спасибо вам большое. Спасибо жителям Карачаева Черкесской республики, которые со своей стороны уделили время и внимание одному из наиболее важных стратегически необходимых направлениях деятельности государственной молодежной политики. Спасибо. Спасибо большое. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю вам хороших выходных. И напоминаю, что совсем скоро мы вновь встретимся в прямом эфире в программе «Горячая линия». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова